здравствуйте сегодня мы поговорим о теории продаж а если точнее об этапах этой операции что такое продажа по сути это переговоры цель которых решить проблему собеседника при помощи товаров или услуг второго собеседника однако не все так просто в самом начале общения потенциальный клиент может даже и не подозревать что у него есть проблема требующие решения так что основная задача продавца как это ни странно это не уговоры красивая презентация товара это чаще всего помощь клиенту помощь в осознании проблемы и помощь в ее решении каждая продажа состоит из нескольких ступеней в зависимости от ситуации некоторые этапы можно и опустить но в большинстве случаев придется пройти через все многие полагают что продажа проводится по принципу пришел увидел победил такое опасное заблуждение я встречаю очень часто продается таком случае говорит много и в общем то по делу но и редко когда этот подход дает эффект казалось бы почему почему недостаточно описать потенциальному клиенту преимущество своего товара чтобы заключить сделку вы показали очевидные плюсы ловко обошли стороной незначительные минусы предлагайте буквально идеальный вариант а клиент срывается с крючка ответ прост вы упустили важные подготовительные этапы и клиент не увидел в вашем товаре решение для себя не понял что этот вариант для него идеален вы раскрыли товар для себя но не дали клиенту прочувствовать его пользу приведу пример из собственного опыта однажды сотруднику компании в которой я раньше работала предстояла встреча с директором небольшого предприятия занимающегося постройкой жилых домов по волжье он подготовил презентацию взял с собой навстречу ноутбук чтобы эту презентацию демонстрировать задача этого сотрудника было добиться от директора заключения договора на создание сайта для его строительной фирмы как оказалось впоследствии директор человек пожилого возраста компьютерную технику не любил в принципе и все время что ему демонстрировалась презентация он практически не смотрел на экран наш сотрудник рассказывал какие красивые современные сайты делать его компания а директор видимо не был даже убежден в том что сайт им действительно нужен нужного впечатления презентации не произвела потенциальный клиент так и не стал заказчиком и так что в этой ситуации пошло не так на практически все сотрудник не подготовился не выяснил предварительно директоре хотя бы самый элементарный возраст понятно что пожилой человек может с недоверием относиться к компьютерному способу подачи информации следовало принести распечатки или же просто вести разговор вместо того чтобы предлагать сведения на экране ноутбука далее сотрудник не смог заинтересовать клиента самой идеи необходимости создания сайта начал сразу с того как здорово его компания выполняет заказы а предварительной работы не провел для него очевидно что продвигать бизнес в интернете в современных условиях просто необходимо и он решил что все остальные понимают это не хуже него в подобных обстоятельствах было бы результативнее описать преимущество появления сайта не грузить клиента сложными техническими подробностями и выслушать его соображение на этот счет умение внимательно слушать собеседника это немаловажно для продавца особенно для продавца который хочет добиться успеха однако одним только хорошим слухом и вниманием заказчику вам вряд ли удастся достигнуть положительного результата и заключить сделку тут требуется системный подход оттачивание технологий и умение подстраиваться под ситуацию наблюдайте изучать и следуйте своего собеседника изучите его поведение привычки манеру разговора и вообще все что вам только доступно чем больше вы узнаете о человеке тем лучше вы сможете его понять только так вы доберетесь до его проблемы конечно только так вы сможете помочь эту проблему решить фактически хороший продавец на 80 процентов должен быть психологом и еще на 20 процентов рекламщика на то чтобы разрекламировать свой товар перед уже подготовленным покупателем нужно гораздо меньше усилий чем на изучение собеседника представьте перед вами еще не покупатель он просто собеседник вы знаете что у него есть проблема а он об этом возможно догадываются но точно сформулировать не может нужно помочь вытащить проблему на поверхность сделать ее очевидной а затем предложить решение чтобы добиться высокого процента результативности нужно знать основные моменты проведения встречи давайте определим существующие этапы продаж чтобы было понятно с чего вообще следует начинать если вкратце то они звучат так установление контакта выявление проблемы предложение решения презентации товара услуги работа с возражениями заключение сделки все эти шаги крайне важны и мы обязательно уделим время каждому из них а пока остановимся на установлении контакта на том с чего все начинается установление контакта это первоочередная ваша задача основная главная ведь от нее процентов на 60 зависит получится ли в принципе работать заказчиком и очень важно на этой стадии не допустить промахов создайте себе нужно впечатление и завоевать доверие клиента что можно и нужно делать разговаривая с потенциальным заказчиком давайте выделим несколько ключевых моментов используйте технику активного слушания показываете что каждое слово собеседника важно и ценно для вас внимательное выражение лица уточняющие вопросы сосредоточенная поза все это влияет на то как вас воспринимать как на вас реагирует как вам относятся в конце концов потому что на самом деле две трети вашего успеха зависит от того понравитесь ли вы заказчику или нет все ваши умения способности опыт красноречие и прочий фактор на этой стадии играет небольшое значение и они точно вам не пригодятся если ваш собеседник решит что вы его не слушайте игнорируйте его желание и не спешите решать его проблему подстраивайтесь под вашего собеседника станьте зеркальным отражением его поз не думайте что это не важно невербальные ощущения оказывают огромное влияние на людей главное для вас зацепить вызвать интерес чтобы было понятнее разберем очередной пример менеджер интернет-студии в которой я раньше работала встречался с директором сети заведений быстрого питания его задачей было всего лишь установление первоначального контакта но менеджер решил что может больше самого начала беседы он активно общался с клиентом много рассказывал о технологиях изготовления сайта использовал специфическую терминологию сыпал именами заказчиков и всячески старался понравиться итогом стал полный отказ клиента от совместной работы с формулировкой слишком много говорит совсем не хочет слушать используйте записи не сидите с отсутствующим видом изредка кивая а сделайте сосредоточенное лицо изредка записывайте ключевые моменты беседы людям нравится когда их слова имеют вес для собеседника это опять же проявление внимания и это характеризует вас положительной стороны увеличивая шансы на успех кроме того если вы запишите основные пожелания клиента вам впоследствии будет легче работать с его возражениями когда возможные возражения записаны на бумаге у вас есть дополнительное время чтобы оценить свои позиции и удвоить усилия или допустим быстренько изобрести другой подход давайте взглянем на примеры этого утверждения пару лет назад я работала в одной небольшой студии занимающейся созданием сайта и в ходе организации продаж добилась встречи с представителем довольно крупного торгового дома собираясь предложить ему услуги своей компании по модернизации сайта подготовилась к встрече взяла с собой самое необходимое ноутбук презентацию блокнот блокнот я использовал для записи переговоров нося в него слова собеседника в ходе беседы представитель торгового дома был крайне осторожен высказываниях и не обещал ничего конкретного когда встреча явно подходила концу моему собеседнику позвонили на мобильник и пока он разговаривал я смогла просмотреть свои записи в результате мне стало понятно что представитель торгового дома опасается довериться в сложном вопросе практически незнакомой команде кроме того мой собеседник не уверен в нашей компетенции когда он закончил телефонный разговор я показала ему несколько живых примеров сайтов которыми мы занимались а еще показала благодарственные письма и отзывы от наших клиентов так получилось что среди клиентов оказались знакомые моего собеседника после чего беседа пошла на совершенно другом уровне итогом переговоров стало заключение сделки используйте информацию которую клиент сам дает вам в руки изучите его манеру говорить и начните говорить также отметьте как собеседника выражает эмоции как реагирует на ваши слова запомните наблюдательность ваше главное оружие на стадии исследования как потенциальный клиент ускорять свою речь когда волнуется постарайтесь воспроизвести то что обнаружили услышав родные выражения уловив знакомый тембр и скорость речи человек подсознательно проникается доверием такому же как он станьте своим и результат не замедлит сказаться приведу пример опять же из своей практики практически в самом начале своей рабочей деятельности я встречалась представителем небольшой пивоваренной компании она держалась сдержанно и на все мои попытки перейти в более активное обсуждение не реагировала в ходе беседы я заметила что у нее на ежедневнике основная тема виды санкт-петербурга обрелок на ключах в форме скульптуры медного всадника перевела разговор на питер сказала что сама оттуда недавно переехала оказалось что моя собеседница тоже после разговора о родных местах беседа пошла гораздо активнее и впоследствии мы смогли договориться о выгодном контракте на создание корпоративного сайта говорите о том что интересно клиенту и не затрагивайте спорных моментов каждому человеку в первую очередь интересен он сам и только потом все остальное человечество если заказчик желает высказаться на тему политики прежде чем переходить к деталям вашего сотрудничества выслушать его покиваете согласитесь если вы случайно обнаружили что тема религии вызывает у клиента резкое неприятие обходите эту тему стороной если вы вяжете спор то результат переговоров вряд ли будет вашу пользу вам нужно стать единомышленником вашего собеседника быть на его стороне они раздражать сопротивлением и собственным мнением если хотите эффективно продавать забудьте на время свои убеждения у человека хамелеонов продажа больше шансов на успех чем у принципиального зануды давайте посмотрим как это выглядит на очередном живом примере в одной из компаний где я когда-то работала был менеджер по продажам который тщательно следил за политикой имел обо всем свое мнение однажды начальство послала его на переговоры с представителем иностранной корпорацией и разговор зашел о положении россии в глазах мирового сообщества наш менеджер и потенциальный клиент пришли к разным выводам ни один не встал на сторону другого а в результате сделка не состоялась официальная причина звучала так мы не смогли найти общий язык с вашим представителем избавьтесь от всех отвлекающих факторов отключите телефон уберите мелкие предметы если вы будете постоянно вертеть что-то в руках то это будет отвлекать не только вас но и клиента сбиться с мысли довольно просто постарайтесь это не провоцировать если вам нужно вести записи то используйте ручку или карандаш исключительно для записи не рисуйте цветочки человечков или узоры это демонстрация неуважения к собеседнику подкрепим эти тезисы живым примером однажды я тогда еще новичок сферы продаж отправилась на переговоры с представителем сети кинотеатра со мной вместе отправили более опытного менеджера у которого был лучший показатель по продажам в отделе в ходе переговоров я вела записи за клиентом а мой напарник рисовал ежедневники цветочки и другие рисунки клиент поначалу настроенные весьма доброжелательно в итоге отказался от сотрудничества с нами свое решение обосновал недоверием сотрудникам который не умеет слушать все эти правила помогут вам установить контакт собеседником если не допускать откровенных косяков мне встречали случай когда человек честно старался и использовал буквально каждый пункт однако ему это все не помогло и он пришел с обидами как же так я же выполнил все это до оказалось что кроме положительных настроек нужно учитывать особенности характера исполнителя то есть менеджера он сделал все что нужно но не смог удержаться от того чтобы не наделать ошибок и так чего нельзя делать ни в коем случае не слушать игнорировать вопросы перебивать проявлять нетерпение отвлекаться путаться в собственных утверждениях и так далее на самом деле этот список можно продолжать практически до бесконечности возьмите перечень того что обязательно нужно делать при общении с клиентом выверните его наизнанку вот и готов провальный список менеджера кроме советов как себя вести стоит принять на вооружение еще и методы общения с клиентом но о них мы поговорим в следующей серии нашего обучающего курса